Всем привет! Сегодня мы разбираемся с первым условным предложением. Окей, продолжаем говорить о будущем. Мы с вами выяснили, что главным критерием для определения времени в будущем является вероятность его совершения, насколько я его запланировал, насколько я его просто говорю, может быть, вижу абстрактно и так далее. И мы не использовали линию времени, в отличие от настоящего и прошедшего, потому что будущее не зависит от линии времени. Но на самом деле есть один тип структуры, который нам надо знать, она часто употребляется. И здесь как раз действия будут расставлены на линии времени даже когда мы говорим о будущем. Я говорю вам о взаимозависящих действиях, то есть что-то произойдет только при условии совершения еще чего-то. То есть я сделаю это, если ты сделаешь это. Или, например, когда ты сделаешь это, я сделаю это. То есть они настолько плотно связаны друг с другом, что там происходят грамматические изменения, о которых нам нужно знать. И вот эта структура с союзом if, но я специально акцентирую ваше внимание, что у вас должно быть два взаимозависящих действия, чтобы мы говорили вот об этих изменениях. Это условное предложение, потому что у нас есть условие и и что произойдет при этом условии. Какая у нас происходит трансформация в данном случае? Если ты сделаешь что-то, по-русски мы говорим это в будущем, в английском нельзя употреблять будущее вот в этой части, где вы называете условие. Там всегда будет present. Соответственно, я хочу сказать, если ты посидишь с ребенком, никогда. Вот в этой части, где у вас есть if, где у вас есть условие, вы не можете использовать будущее. Во второй части, это последствия, мы можем смело использовать будущее время. Это последствия. И тут оно чаще всего и используется. Итак, где условие, там present. Окей? Где последствия, так как это действие расположено на временной линии после, да, после условия, там мы используем будущее. Эти части можно менять местами. То есть вы можете называть первыми последствиями, можете называть первыми условиями. От перестановки ничего не изменяется, потому что взаимосвязь этих действий на временной линии не изменяется. То есть я вполне могу сказать Я поменяла части местами, но эта часть не перестала быть условием. И, соответственно, структура грамматическая нашего предложения сохранилась. Мы это называем правилом первого условного. Всего в английском три типа условных предложений. Но в рамках данного курса мы разбираем только вот это, потому что оно влияет на наши формы будущего времени. Итак, это правило работает для условий. Я могу их выразить союзом. Unless, если не. Очень популярно. Providing. Формальный стиль, но всё равно. Providing that. При условии что. И это же правило работает для придаточных времени. Каждый раз, когда вы говорите When, after, before, as soon as. Вы тоже должны использовать это же правило первого условного. То есть, if you look after the kid, I will go to the cinema. Unless you look after the kid. Если ты не присмотришь за ребёнком. I can't go to the cinema. When we meet. Когда мы встретимся. When we meet. После when мы никогда не можем использовать will. Никогда не можем использовать будущее время. Опять же, чтобы показать эту взаимосвязь, что второе зависит от первого. Тем не менее я просто сделаю хотя бы. Не просто следую. Да, ты не и быстрил пнуть. Продолжение следует...